Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Деньги должны работать в экономике. Громадянам, які не приватизовали квартиры, мясовыми выконками с 1 червня пропонують заключить договор найму. До этого часу еще застается пошлий шанс подать заяву на приватизацию. В отворотном выкладке жилье пяроди у разряд коммерцина, и что месячно треба будет платить за его аренду. Подробности у Марины Северияновой. Выплаты за приватизацию квартиры могут быть различены на 40 годов. Але 10% от огольной суммы треба будет заплатить одразу, одиночасово альбо на протягу года. Важно отзначить, что до момента погашения растерминовки распоряджаться квартиры нельха. Например, продать альбо подарить тиздать. Здарается, что люди отмовляются от приватизации квартиры тому, что ею сумма сдаётся им завышенной. Что касается многочисленных обращений граждан о несогласии с оценочной стоимостью приватизируемого жилья, то хочу отметить, что в связи с этим главой государства подписан указ 21 января этого года, номер 25, который предоставил право гражданам, которые не согласны со стоимостью приватизируемого жилья, обратиться в специализмные организации, такие как БТИ, и за собственные средства провести независимую рыночную оценку такого жилья. И решения о приватизации будут приниматься по наименьшей стоимости, то есть либо рыночной, либо оценочной. Доведаться, учим подпорядкований находится жильё, можно у той организации, на рахунок, какой вы оплачиваете коммунальные послуги. После этого подается заява. Работа, как правило, побудована по принципу одного окна. Человек приходит, подаёт документы, в течение месяца у нас выходит полностью расчёт, где мы ему показываем, сколько стоит его квартира, какая рассрочка, насколько он хочет, и какую сумму он потом будет платить в рассрочку. И что решение наше действительно, согласно указу, выходит оно в течение месяца, и действительно с момента подачи заявления и выхода решения ровно один год. То бишь вот эти 10%, которые как бы очень страшно насобирать, люди могут насобирать в течение 11 месяцев, чтобы за последний месяц сходить в нотариальную контору и заключить договор купли-продажи. Что до суммы приватизации, то и она залежит так само от стану жилья и его местознаходжения. Те квартиры, которые находятся в центре, в том числе не в центре, а вот даже 17 микрофон, они попадают в коэффициент 1,3, то есть оценочная стоимость квартиры произведена. Дальше потребительские качества, всё рассчитывается. Коэффициент качества жилой среды, то есть поскольку считается это центр, автоматически добавляется 30% только за то, что квартира расположена, скажем, в этом центральном районе или железнодорожном, находится близко к центру. Вот вам 30%. Если квартира 300 миллионов оценили, то есть 90 миллионов ты ещё добавляешь за то, что вот качество, коэффициент жилой среды, то есть где ты находишься, где твоя квартира находится. На окраине одна цена, в центре другая. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомеля» отбылось открытие суместной белорусско-китайской выставы в образе женщин у мостовства Китая и Беларуси. Удел в аурашисто-мероприемстве приняли министр культуры Республики Беларусь Барис Святлоу, посол КНР у Республики Беларусь подарцуются Мин, а так само простонники областной и городской уладов, Гомельская православная епархия и молодь. Вероника Ворошилина с под обязанностями. Суместная белорусско-китайская выстава в образе женщин у мостовства Китая и Беларуси разместилась и у двух залах Палаца шагуношников. Свой погляд на конпрогажу стяжанучей природы у представленных работах выказали одразу два мостаки. Тариновитая белорусско-марына Илья Шевиш. Исусветновядомый китайский аутор Цуй Дзинже. На мой погляд, вельм не цикавое такое сполучение техника китайского живопису, два мостаки, один из Беларуси, один из Китая. Ну и такое мысленное, ухоженное свое особистое, а лишь каштовности у нас. Марина Илья Шевиш вышилась к китайскому живопису в Москве, Стамбуле и Пекине. Зараз она проводит доброчинные семинары по навучению этому мостатскому накерунку. Китайский аутор Цуй Дзинже сегодня ведомый далеко за межами Поднебесной. Он так само заявляется призером шматликих международных и державных премий. Оба два майстера працуют у техницы китайского живопису, однако творшая манера, як и колеровая гамма, у кожного своя. Преимущественно цвет, который использовал господин Цуй Дзинже в своих картинках, красный. Мы можем видеть на флаге Китая, на гербе Китая, можем видеть на свадьбе. То есть на важных церемониях всегда используется красный, так как он приносит удачу, счастье, благополучие. Объедновываем вас таков, что у их творчести особливое место, займая жанучий портрет. Про свои полотна яны передают шире эмоции и подшути. Любовы кахани, мары и надеи. Усё тое, что на мостатской мове сразумело же хорам розных краин. Прыгожой же аноскость и элегантность. Глубокие и проникненные в образы жанчин в мостатстве Китая и Беларуси символизуют, что не глядяши на расовую приналежность и национальность, усе представницы прыгожей половы человечества подобны у своем имкнении. Быть привабными и поспяховыми. Открытие совместной белорусско-китайской выставы, продуглеживая и иншую, бадайной, большеважную мету – подтримание наших сябровских совязев. Я хочу сказать, что Китай и Беларусь – хорошие друзья. Между нашими народами имеют традиционную дружбу. В течение 24 года, с момента установления дипломатического отражения, наше отражение развивается, динамично, устойчиво. Почти это во всех образцах, в том числе и в образцах культуры. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». В рамках программы развития Организации Объединенных Наций затверждены 6-16 проектов, которые пропонованы Жихарами и Организациями Гомельской области. Как шагается, на реализацию кожных азиных будет выдаткована сумма по мере от 8 до 18 тысяч евро. Олег Свинтюров, потекавился пропоновами. Створение сетки агротуризма в Калинкальском районе, отремание якостной продукции в Брагинском, открытие центра молодежных инициатив в Будо-Кошалевском, проекты розной посудности, али объединенные огольной задачей, притягнение населения до выращения проблем конкретной мясовости. На Ветковщине вы решили заработать больше разностайным быт проживающих в доме-интернате Шубина. Середний взрослых этих людей 84 годы, али это не значит, что для их не знойдется годный заняток. Нельзя сказать, что проживающим в доме-интернате нема чем заняться. Знашной популярностью у Шубина користаются, например, вот такие посиделки с выкористанием народных песен. У администрации такие заняты квитаются, а не лечат, что житье тут можно заработать еще больше разностайным. Проект отримал назву «Зеленая аптека». В его рамках запланованы целых широк мероприемств. На первый отриманный транш, например, набили метаблок для господарских потреб. Наступным кроком повинна стать реконструкция цеплицы. В последний час она пришла в такий занепад, что начала уявлять реальную погрозу. Але уже в этом году тут планують почать вырошивать Городнину, что в свою чергу дозволить не только отримать додатковый урожай для властной столовой, а не и сделать жизнь больше разностайным, тем больше, что ответный опыт уже есть. Когда садили деревья в прошлом году, молоденькие саженцы, то многие вышли помогать. И просто у них улучшилось настроение, что они скоро увидят эти свои плоды, своего труда, ждут, ухаживают за этими деревцами. Поэтому мы посмотрели, что они хотят быть активными, просто надо им дать, чем заняться. Увагу и сопротивление с международными организациями по реализации инициативы населения в Ветковском районе активно началось в 2010-м. За минулый час и колоди же у парадок приводили, и сучасные в окна у школах ставили, как дети не хворили. Головно выложить цикавую идею и доказать ей житевую необходность. У Музея староверства и белорусских традиций в рамках программы Организация Беднанных Наций развития международной доследжей и информационной сетки по Чарнобыле набыли сучасные мультимедийные обстоятельства. За годы помогают теперь проводить экскурсии. Когда ранее об экспонатах рассказывал только экскурсовод, то теперь можно почуть еще и людей, и этих называют нозбитами культуры. Наш музей имеет опыт многолетний, опыт экспедиционной деятельности. И те сведения, все, что получали мы в деревнях и продолжаем получать, мы получаем от подлинных, настоящих людей, носителей традиций. И мы, когда вводим экскурсии, мы пользуемся этими сведениями, которые мы собрали. Но человек впечатляет, когда он слышит настоящую песню или настоящий рассказ о том, как это делалось. Олег Сентюров, Евгений Матейенко, телерадо-компания «Гомель», Ветковский район. На местнику директора музея по новуковой праце Владимиру Литвинову урушена медаль Франциска Скарыны. Соправдным профессионалом, человеком, який заявляется прикладом для молодых археологов, сострялся наш корреспондент Дмитрий Котов. По шукам соправдных каштовностей, которые заховывая Гомельская земля, Владимир Литвинов захопился еще в детстве. Первые свои находки, будучи археолог, выявил у везцы городовка Чачерского района, где часто находился у родных подчас каникул. Самое интересное в этой деревне было колоссальные меловые выходы. Там и мел добывали, там и карьеры были меловые. И началось с того, что, например, идя на рыбалку, то есть обычное юношеское занятие или детское занятие, мы проходили через эти карьеры и находили какие-то куски, например, окаменевших раковин в милу, или белемниты знаменитые, вот эти чертовые пальцы, значит, еще что-то. То есть появилось какое-то желание и интерес смотреть в землю. Вочувствую находки завсёду наткняла у Владимира Литвинова и заставалась галонным мотиватором у житти. Однако не только это захватило займаться гисторией и археологией у приватности. Так само привабливая махчимость постоянных стосунков с людьми. Вот это очень важно, я думаю, что в жизни любого человека, в жизни историка, который занимается исследованием тех или иных аспектов прошлого своего региона, очень важно, потому что вот сейчас вообще очень модно стало такое направление, как oral history. То есть это история, которая передается из уст в уста. Владимир Литвинов занимается активной науково-доследшей працей, заявляется автором шмат ликих публикаций. Некольки десятков помнеков каменного и бронзового периода, дякуючи его намаганиям, открыты и уведены у науковый оборот. Так само успеют досягнение у проведения раскопок на территории Гомельского парка, выники яких стали сенсацийными и коренным чином изменили представлений об старожитном городе. И он примал непосредный удел у створения и реконструкции экспозиции державных музеев нашей области. Даречи за свою амаль 40-годовую профессийную деянность, Владимиром Адамовичем знойдено и передадено у музейные фонды коля 30 тысяч уникальных предметов и артефактов. Ёссерот их и вельми каштолны. Это вислоя печать со знаком Рюриковичей. Она хранится сейчас в фондах нашего музея. Это на тот момент была первая вислоя печать со знаком Рюриковичей на территории всей Белоруссии. То есть вот это вот одна вещь. И почти сопавшая по времени еще одна такая вещь, ну просто удивительная, это клад древнерусских шейных гривен, который был найден у поселка Козерок Будокошелевского района. Фантастическая тоже находка. Это один из крупнейших кладов именно шейных гривен на территории всей Восточной Европы. Владимир Литвинов заявляется добрым прикладом для молодых историков. А державная узнагорода, медаль Франциска Скарыны – доброе подтверждение его профессийных досягнений. Это больше, чем пример, потому что Владимир Адамович носитель такой информации очень важной, ценной, которая накапливалась годами. Он все прошел, можно так сказать, своими руками. Он знает не только о Дворцовом парке, а в ансамбле все, начиная с земли и заканчивая крышей дворца. Также он знает вообще состояние истории культурных ценностей на всей территории Гомельской области. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадвью компания «Гомель». И на этом по кулюсе озера, развитем подействие, сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова